Жилищно-коммунальное хозяйство, земельные вопросы, муниципальное жилье. Все это темы, с которыми к главе Ленинского района люди могут ходить достаточно часто. Их Олег Хромов проводит один раз в месяц в районной администрации и три раза на выезде. Видновчанка Галина Сергеева живет в квартире, которую еще в 60-е получили ее родители. И все бы ничего, но вместе с ней там проживает брат. Родственник доставляет женщине большие неудобства, поэтому она и пришла к главе, чтобы попросить помочь их расселить. Прошу сейчас вот хотя бы временно мне отселиться. Потому что уже два года нет горячей воды, он все там посвинтил. У меня выживает из квартиры, не дает жить. Мне вот с утра ухожу, не питаться там не могу, не помыться, не постирать. Там ничего нельзя сделать. И если житейские задачи больше относятся к приему главы, то встречи, которые он проводит в качестве члена регионального политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», позволяют ему узнать от людей о более важных вопросах. Так, в прошлом году к руководителю муниципалитета обратились ветераны с просьбой о введении выплат для категории граждан «Дети войны», проживающих на территории Ленинского района. Я тогда выступил с инициативой производить такие выплаты в размере не менее 500 рублей. В этом году я также выхожу с инициативой и прошу депутатов сельских и городских поселений поддержать инициативу, увеличить эти выплаты до 1 тысячи рублей. Все это как раз вот такие глобальные изменения, инициированные правящей партией «Единой России», и я думаю, что они будут поддержаны на местном уровне. По примеру этого нововведения стоит отметить, люди на приемы приходят не только с жалобами и желая покритиковать власть, а с конкретными предложениями. Например, жительница деревни Пуговичина предложила нашему муниципалитету принять участие в областной программе по раздельному вывозу мусора. Мы можем отработать подобную систему именно на территории городского поселения Горки-Ленинский. Ведь у нас на территории этого поселения есть несколько компактных мест многоквартирных домов. Это и городок Петровска, это и сам поселок Горки-Ленинский, это и микрорайон Купеленко, где можно было бы начать в порядке эксперимента уже со следующего года переводить систему сбора и вывоза мусора на раздельный вывоз. Такие приемы Олег Хромов проводит раз в квартал. Попасть на них легко, достаточно заранее записаться. Сегодня встречу посетило 9 человек. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видно этого.